В Югре проверяют соблюдение правил перевозки детей. Сегодня в рамках окружной акции «Каникулы без опасности» в городах округа проходят массовые рейды. Автоинспекторы проверяют соответствие перевозки юных пассажиров, установленным требованием безопасности, и напоминают о преимуществах использования кресел и ремней безопасности. Не остаются без внимания стражи порядка и водители, перевозящие детей по загородным дорогам. Аналогичные массовые проверки автовладельцев пройдут и на трассе федерального значения Тюмень-Ханты-Мансийск. Нарушение правил перевозки грозит штрафом в размере трех тысяч рублей. А самое главное, напоминают госавтоинспекторы, что от их соблюдения зависит жизнь и здоровье детей. Ежедневно во всех школах Урая проводят уроки инспекторы ГИБДД. Тема занятий – безопасность на дороге. Правила важные для сохранения жизни учат в игровой форме. Ладно, вы все молодцы, это легкое было. Хорошо. Инспекторы приходят в классы и не устают повторять правила движения. Повторение – мать учения, и это дает определенные результаты. В теории правила школьники знают неплохо и с легкостью называют основы безопасного поведения на дороге. Я считаю, главное правило дорожного движения, что нельзя переходить на красный свет. Нельзя ездить по невелосипедным дорожкам на велике или самокате. Самое главное – это лазить с велик, с велосипеда, с самоката и всяких других транспортов на пешеходном переходе. Если вы едете на велосипеде или на самокате или на электросамокате, и перед вами ребенок, то лучше можно остановиться или ехать не так быстро. На красном свете надо стоять, а на зеленом – идти. Сегодня профилактику аварий стражи дорог развернули по всем фронтам. Беседы проводят и с детьми, и со взрослыми. В ДТП, где страдают юные участники дорожного движения, чаще вина автомобилистов. Поэтому им тоже напоминают азы поведения на проезжей части. Ежедневно с водителями на дорожной транспортной сети сотрудники ДПС осуществляют беседы профилактические в целях соблюдения правил дорожного движения. Выдают им брошюрки, чтобы они соблюдали правил дорожного движения. Также с предприятиями проводятся профилактические беседы. С начала этого года уже 14 детей пострадали в автоавариях. Причины происшествий разные. Полицейские не устают повторять. Внимательность должна быть у каждого участника движения. Торопливость тут ни к чему. Чтобы не попасть в беду, нужно соблюдать несколько определенных правил. Подходя к пешеходному переходу, особенно если он нерегулируемый, нужно убедиться, что вас пропускают. Дождаться полной остановки транспортных средств и только потом переходить через проезжую часть. Очень важно, если вы используете наушники, обязательно их убрать. Также недопустимо использование гаджетов, телефонов, смартфонов различных при пересечении дороги. С 29 октября начнутся каникулы. Бдительность стоит проявить всем и пешеходам, и автомобилистам. Тогда отдых школьников будет безопасным. Елена Шемшаева, Александр Кашкин. Наши города. Термобелье, носки, перчатки, качественная теплая обувь, балаклавы и маск-халаты. Это то, что в преддверии зимы особо необходимо бойцам в зоне проведения СВО. Волонтерам из советского района запросы передают сами военнослужащие, члены их семей. По данным, которые поступают сейчас, также нужны элементы тактического снаряжения. Лопаты, ломы, пилы, топоры, саперные лопатки. Акция по сбору гуманитарной помощи в муниципалитете продолжается. Ставить посылку для земляков жители советского района могут в общественной приемной партии «Единая Россия» в районном центре. Полный перечень необходимых предметов, одежды, медикаментов и других позиций опубликован на сайте администрации и в официальных аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях. Будем рады, если нам принесут волонтеры, а я знаю, что есть такие, которые плетут маскировочные сети, потому что от военнослужащих есть такие запросы. Желательно в перечне необходимого это медикаменты, конечно, это влажные салфетки, жгуты, бинты, обезболивающие средства. Впереди у нас зимний период, и мы прекрасно понимаем, что нашим бойцам, нашим землякам как никогда нужна помощь от жителей советского района. В советский район всегда славился отзывчивостью людей и добротой, и наши жители очень активно принимают участие в данных акциях. Вкрутить лампочку, починить розетку, проверить наличие тока в цепи – на это способен практически каждый мужчина. Но справиться с высоким напряжением, наладить электроснабжение, разобраться в оборудовании подстанции – такое доступно лишь настоящим профессионалам. Именно профессионалы и лучшие представители предприятий Россети Уральского федерального округа встретились в Нижневартовске. Чтобы определить самую сильную команду электромонтёров. В конкурсе профмастерства, как и в спорте, побеждает сильнейший. Здесь пришлось и кувалдой поработать, и заземление на провода закинуть, и на столб залезть. Всё ради спасения человека. Такова задача одного из этапов соревнований – помощь пострадавшему. Самое, наверное, основное – это спуск пострадавшего, спасение человеческой жизни. И, как показала практика конкурса, из восьми команд с этим заданием справились только три команды. Хотя, вроде как, этот этап должен быть основной. Потому что у нас спасение жизни – это приоритет. Вот справились это Россети, Тюмень, Суэнка команда и мы. Помимо этого задания конкурсантам пришлось пройти ещё четыре этапа. Тушение возгорания, подключение трёхфазного счётчика, замена подвесного изолятора. И, конечно же, проверка теоретических знаний. У некоторых участников уже есть опыт подобных соревнований. До этого уже участвовал просто. Уже многое прошли. Знаю всё. Участвовали в каких соревнованиях? Также профмастерство на Россетях и на своих местных. Ну, между филиалами Суэнка. Конкурс проходил на учебном полигоне Россетей в Нижневартовске. Впервые Югра принимала такие масштабные соревнования энергетической отрасли. Мы со стороны правительства на высоком уровне оцениваем это мероприятие. Благодарим все наши компании электросетевые, которые откликнулись. И мы уверены, что конкурс получит новое продолжение в следующем году и новые масштабы. В конкурсе участвовали восемь команд из Югры, Ямала и Тюменской области. А его организаторами выступили две крупнейшие энергетические компании. Региональное предприятие Юрэск и Россети Тюмень. Проходил он под эгидой Международного форума «Российская энергетическая неделя». Действительно, Юрэск инициировал проведение конкурса. И предприятия Уральского федерального округа откликнулись. И вот в результате получилось. Конкурс проводился не только для того, чтобы определить лучших специалистов. Главное здесь не победа, а обмен опытом и навыками. Знакомство с новыми методами работы и технологиями. А еще такие масштабные мероприятия поднимают престижи рабочей профессии. Основа электросетевых компаний – это их работники. В первую очередь электромонтеры и инженерно-технический персонал. И вот через такие конкурсы профмастерства – это один из этапов популяризации этой профессии. Лучшие в Уральском федеральном округе командой стали электромонтеры из сургутского филиала «Россети Тюмень». Второе место заняли энергетики СОЭНКО из Тюменской области. А бронза досталась специалистам ханты-мансийского предприятия «ЮРЭСК». Михаил Светошев, Сергей Зайкин, Евгений Лоскутников. Телерадиокомпания «ЮГРА». Нижневартовск. ЮГРЧАНИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДО ПОЛУМИЛЬОНА РУБЛЕЙ НО РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЛИЧИЕ СТАТУСА – СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Прием документов для участия в конкурсе на предоставление грантов уже стартовал и продлится до 16 ноября. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сумма от 100 до 500 тысяч рублей. Средства предоставляют на условиях софинансирования. Это значит, что предпринимателю необходимо иметь не менее 25% от запланированных расходов. Средства можно использовать практически на любые цели. Аренда помещения, оплата коммунальных расходов и связи, аренда и покупка мебели, оргтехники, франшиза. Всего 16 направлений. Напомню, конкурс на предоставление грантов для социальных предприятий проходит в Югре 2021 года. 228 югорчан уже воспользовались финансовой поддержкой от государства. За весь период они получили почти 110 миллионов рублей на развитие своих проектов. Заправив черный поезд, руководитель и тренер студии каратэ начинают разминку, а затем тренировку. Идея заняться социальным предпринимательством у Ингиры Юмаевой возникла с непростой историей. Случилось такое несчастье. У меня был перелом обеих рук. В общем, как бы серьезная такая травма. А до этого я работала начальником отдела по допинному спорту в жемчужной Югре в Нефтьюганске. И последствия после перелома – это долгая реабилитация в течение полугода. Работать в прежнем режиме физически не получалось, поэтому в 2019 году тренер создала проект «Родитель плюс ребенок» для совместных занятий, куда была включена инклюзивная работа с детьми. Тренировки не прекращались и во время пандемии проходили онлайн. Сегодня у Ингиры появился этот зал, который она арендует на льготных условиях. В том числе по налогам платит всего 1%. Наш проект по итогам 2021 года стал победителем лучшей социальной проекта в сфере физической культуры и спорта. Работая просто в адаптивном спорте, я увидела, что среди инвалидов и детей инвалидов есть такое большое рвение, желание, несмотря на ограниченные возможности, жить. И жить им, причем так же, как и все здоровые. Сегодня в студии каратэ занимается 70 ребят. У многих уже есть успехи и первые победы. Хожу на каратэ уже полгода. Ехала на соревнования в Пытьях. Первое место занимала, занимала вот здесь, в зале, в Пойковском, второе и третье места. Я хочу научиться приемам, хочу выигрывать в соревнованиях. Когда вырасту, хочу тоже чуть-чуть стать, учить каратэ. Еще один очень важный социальный проект в Салыме смогла реализовать Анастасия Кондратенко. Педагог-психолог, дипломированный специалист в области нейрокоррекции и нейродиагностики. Проработала в детском саду много лет. Опыт богатый, хотелось двигаться дальше уже в самостоятельном плавании. В администрации помогли найти помещение. Выплачивалась компенсация за оборудование центра и аренду кабинетов. Но самое главное – это работа на результат. Мы собираем по крошечкам и по крупицам. И радуемся каждому успеху, самому малейшему. У нас есть точки роста, где нам надо работать. У нас есть сильные стороны, на которые мы опираемся, которые нам помогают возрастить точки роста. Это очень поддерживает и родителей, и детей. Помимо работы с детьми, Анастасия проводит индивидуальные консультации со взрослыми. Сейчас социальный психолог получает дополнительную специализацию. Международная академия гештальта. Военная травма и посттравматическое расстройство. Я готовлюсь к тому, чтобы сопровождать людей в эти трудные времена. В Нефтьюганском районе три предпринимателя в статусе социального. Тема эта перспективная и востребованная. Тем более, с каждым годом расширяются и меры поддержки для тех, кто делает не просто бизнес, а настоящие добрые дела. Жанна Воронина, Максим Акимов, Владислав Береговой, Седьмой канал. В Белоярском продолжается подписная кампания на первое полугодие 2024 года. Оформить подписку на газеты и журналы можно на сайте и в приложении «Почта России», не выходя из дома. А также обратиться в любое отделение связи или воспользоваться помощью почтальона. В каталогах представлено более шести с половиной тысяч различных изданий. Ну, особой популярностью у нас пользуются, конечно же, местные газеты «Белоярские вести». У женщин как-то более распространено. Журнал «Лиза» очень хорошо пользуется популярностью. Также «Тысяча советов» очень хорошо женщины у нас читают. У мужчин как-то более про рыбалку, за рулем. И сейчас очень у нас популярны детские издания, такие как «Ежик», развивающиеся, разукрашки всякие. Выбор очень большой, можно выбрать. Кроме подписки на переводику, Почта России предоставляет широкий перечень услуг. Это доставка на дом социальных выплат, продажа товаров народного потребления, денежные переводы, банковские услуги, приём различных платежей, оплата услуг ЖКХ, связи, детских образовательных учреждений, штрафов ГИБДД, госпошлин различных ведомств. Но одним из главных направлений работы по-прежнему остаётся пересылка почтовых отправлений. Все адресаты должны получать свои письма и посылки вовремя, даже в период межсезонья. В этот период мы меняем логистику, но проблем нет. Почту мы доставляем заказными авиарейсами, это вертолётные перевозки. Периодичность два раза в неделю. Почта доставляется с Приопья до посёлка Андра, а оттуда уже на автомобиле до города Белоярский. Всё налажено, впереди новогодние праздники, всё доставим вовремя. За девять месяцев этого года в Белоярском районе была обработана почти 172 тонны входящей и более 82 тонн исходящей почты. Это простые заказные письма, посылки первого класса и ЕМС-отправления. Большую часть корреспонденций белоярцы отправляют в Екатеринбург, Тюмень и Краснодар. А получают посылки по зарубежным направлениям чаще всего из Китая. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних пяти лет. Елена Воротникова, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телеканала «Югра». Тему будущего года выбирают в «Югре». Жители округа оставляют свои предложения на портале «Открытый регион Югра». Сделать это можно до 19 ноября 2023 года. Далее с идеями будет работать экспертная группа, задача которой выбрать наиболее частые, популярные и актуальные инициативы. А итоговое голосование стартует 22 ноября и продлится до 29 ноября. Тему, которую поддержат наибольшее количество югорчан, объявит губернатор округа Наталья Комарова в ходе обращения к жителям. Отмечу, что тема года ежегодно выбирается с учетом мнения югорчан. Так, по их предложениям, 2023-й был объявлен годом взаимопомощи. В рамках этого направления граждан привлекают к волонтерству, создают условия для активности. В плане мероприятий более 30 событий, среди них различные акции, конкурсы, информационные кампании, образовательные программы, волонтерские проекты и гуманитарные миссии. Динозавры в натуральную величину, игровые площадки, кемпинг и шезлонги. С появлением проекта инициативного бюджетирования Динопарк-86 территория карьера в пятом микрорайоне расцвела и стала притягивать не только жителей Пытьяха, но и остальных югорчан. Чтобы в зоне отдыха было чисто, уютно, а еще можно было комфортно проводить время и в переменчивую югорскую погоду, парк решили благоустраивать и дальше. Так с инициативой в администрацию обратилась организация «Югорская эра». Инвестор обратился в администрацию с просьбой предоставить ему территорию, место под реализацию своего проекта. Администрация на льготных условиях предоставила некоммерческой организации территорию в пользование для развития уже своего проекта в области туризма. Одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития автономного органа является как раз туризм. Благоустройство организация уже приступила. С возможностью бронирования в парке установили три уютных домика, с зоной для гриля, вмещающей в себя 6, 14 и 18 человек. Полным ходом идет строительство административного здания и глэмпинга, специальных номеров с возможностью оставаться в парке, в окружении природы. Рядом с постройкой появился банный чан. Кроме того, на территории установят туалет. Жители должны понимать, что парк – это бесплатная история. Совершенно бесплатно и создавали мы ее с вами вместе. Жители вносили туда вклад. Но для того, чтобы парк жил, чтобы он был чистый, потому что у нас было много нареканий в соцсетях, что за ним никто не смотрит, чтобы у него была охрана, чтобы у него был свет, за это нужно платить. Поэтому мы решили, что мы можем организовать такие зоны, которые будут платные, но которые будут развивать этот парк в дальнейшем. И благодаря этой прибыли парк будет жить. Наличие у инвестора территории в пользовании под реализацией туристического проекта на территории нашего города дает возможность в дальнейшем развивать этот проект путем получения грантовой поддержки уже на уровне автономного круга. Место детского восторга, еще теплого и комфортного времяпрепровождения горожан может пополнить и точки туристических маршрутов Югры. Зоны отдыха и планетарий откроют свои двери после завершения строительства и установки освещения. Полина Куликова, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьях.Информ». Каждый из этих ребят мечтает попасть на пьедестал и завоевать призовые места. Но юные спортсмены понимают, просто мечтать недостаточно. За плечами 14-летней нягонки Вероники Петерс 9 лет упорных тренировок. Как отмечает подросток, в дзюдо она попала благодаря маме. Я всегда хотела заниматься какой-то борьбой. Мне это очень сильно нравится. Вообще очень классно. Типа проявляется какой-то характер свой, сила в жизни и могу постоять за себя. Сейчас я хочу на соревнованиях следующих выполнить КМС, а потом после 9 класса пойти в колледж для спортсменов на тренера. Будущих хочу работать тренером. Традиционный турнир под дзюдо памяти основателя первой спортивной школы города Алексея Федоровича Орловского снова собрал юных спортсменов и любителей зрелищных поединков в спортивном комплексе «Юниор». В этом году турнир принял рекордное количество участников. Масштаб эти соревнования растет. До сегодняшнего дня мы все турниры под дзюдо проводили в спортивном комплексе «Юниор», где трудился Алексей Федорович Орловск. Это было его место силы. Но сегодня, сами видите, что происходит на татаме. Более 300 участников. И то наше старенькое здание уже не выдерживает. Мы привели ребят в спортивный комплекс «Юниор», где и происходит соревнование. Сегодня к нам приехали ребята из Сургута, Тюмени, Новоуральска, Североуральска и наших городов Ханты-Автономного округа. Суть в том, сплотить, собрать и почтить память доброго, светлого человека, каким являлся Алексей Федорович. Все участники – юные спортсмены. Турнир под дзюдо прошел в двух возрастных категориях. Младшие юноши и девушки 2009-2011 годов рождения и старшие юноши и девушки до 18 лет. Для некоторых это первые шаги в спорте. При этом нягонские организаторы не исключают, что через несколько лет эти юные дзюдоисты станут лидерами областной, а может быть, и российской команды. Год назад креативный кластер «Наше место» открыл свои двери для юных нефтьюганцев. Чтобы отпраздновать его день рождения, сотрудники городской библиотеки устроили фестиваль «Тимгам». Мы, вы знаете, хотели так подытожить. У нас происходило очень много событий за этот год. И мы решили устроить для жителей города такой праздник, фестиваль. Год пролетел незаметно. Это был яркий год. И одним из незабываемых событий для меня лично стало господи-вечеринка. Молодежь нефтьюганская, вы невероятные. Я просто в вас влюблена. Творите, чудите. Но в хорошем смысле этого слова. Программа фестиваля прошла в два дня. Сначала для жителей города устроили атмосферный вечер с праздничной программой и большим квартирником. Второй день – это для подростков и молодежи, яркой частью которого станет, сейчас идет, косплей-дефиле, которого ждали наши ребята очень долго. Приехали гости из Коголыма, Нижневартовска, Сургута. И сейчас вот они выступают. Косплей-дефиле – это костюмированный номер, целью которого является создание образа и воплощение любимого героя в реальность. Анна и Ксения выбрали свои костюмы не случайно. Девушкам очень нравятся персонажи из популярной игры. Поэтому они решили воплотить их в жизнь. Хотели бы вы таких мероприятий еще больше? Да, очень хочется. Прям не хватает этого на нашем городе. Это очень круто. Тут столько людей, много таких крутых. Да, можно завести новые знакомства, поговорить с кем-нибудь, обсудить это. Костюмированные мероприятия очень популярны среди молодежи, поэтому сургутянки не смогли пропустить это событие. Они отмечают, что косплей – очень дорогое хобби. Выгоднее собрать образ самостоятельно. Здесь очень много классных ребят. От косплеев из аниме до косплеев, самоделок. Люди делают ручной работы, костюмы. Создают крафт на 3D-принтере. Это все очень красиво. Костюм, который я делала, я делала его полгода. Если с оружием, с париком, заказывала, шила костюм. Мой костюм сделан полностью самостоятельно, моими руками. Абсолютно с ног до головы. Как долго ты его делал? Сколько на это потратила вообще? Вообще ушло, наверное, около полугода. И, наверное, около года на какие-то доделки. На костюмированном дефиле было несколько номинаций. Самых креативных и харизматичных наградили дипломами и приятными подарками. А теперь ребята будут готовиться к следующей косплей-вечеринке. Ангелина Кагальникова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».